Так, Сергей Железов эту тему уже пропускаю. Дело в том, что вот так выглядят эти. На этой фотографии вы видите корни искусственные. Когда палку воткнули, она бросла корнями. Специально это называется укоренение. И получаются такие корни. Попробуют, потом они не держат саженцы. И всю жизнь они вынуждены сидеть на опорах. Продают их. Они еще пока не такие большие, страшные. Падают потом у любителей. В промышленных садах ставят на опоры специальные. Железобетонные опоры. Растягивают проволоку. Привязывают. Получается вот такой вот. Ну, естественно, что страдает сильно от засухи. Ну, а дальше не рассказывает. Наши песни хорошо. А вот это, прошлогодний снимок, это то, что у нас не купили. И то, что пошло в костер. Это все уникально. Пытались нас мордой. Вы че, раздайте или как там. Посади. А, нет. Посадите там где-нибудь. Посадили, украли. Вот. Ну, это часть, конечно. Откуда здоровье, откуда сила. Вот. Никому не надо. Телевидение показывало. Совет часа. Я говорю, давайте. Обратитесь в школу, пусть забирают. Никому не надо. И школам не надо. Сейчас время такое. Так. Сергей, за работой. Вот. Начинается вот так, да? Скромненькие деревья. А потом взрослые деревья начинают. Нет. Те, которые... Часть остается навсегда. Не проданные. Вот. Переростки. И постепенно. Это я назвал кочущий питомник. Питомник до половины выжжет отсюда. Я просто показываю, как надо развивать сады. Вот. Потому что, когда... Вот эти деревья, да? Они прошли отбор. Согласитесь. Они остались навсегда. Они такое право заработали. И у них никогда не будет это. Они никогда не умрут. Для меня в прошлом году, секретов нет, у меня погибла одна черешня. Вот. Дорезался называется. Ну, Константинович, ну, череночек, ну, пожалуйста. Вот. Хорошо это самое. Не со всех срезал. Обидно, страшно. Вот. Вот это вот тоже. Эту тему мы никогда... Мы про кустарники практически не говорим. Но она очень важная. Это все, что осталось от роскошного питомника, так называемой ремонтантной малины. Если помните старые годы, вы выписывали у меня в виде саженцев. Отводка дает много. И каждый отводок, это для вас будущее малинник, а для меня это будущее деньги. Каждый отводок. Но Сергей, что был он в тот момент, продал, а больше не занимался. А они требуют пересадки и обновления. То есть они не могут. Малинник на одном месте долго стоять не может. 5-10 лет это нормально. Вот переезжает. Этот не переехал и остался без малинник. И уже в последний момент, не в последний момент, но я все-таки взял, сфотографировал, проходил мимо. И хочу сказать, его сейчас не поздно спасти. Не хватает рук, не хватает сил. Это надо опять какой-то площадь. Его не знаем, куда лишний саженец ткнуть. Вот он, Сергей, вон он там. Вот это его помощница. Тоже надо платить. Это же деньги. Вот. Это не так просто. Выщипать травку вот тут. Вот эту травку. Это только кажется, что это. А это уже потом. Уже малинник наполовину запущен. Видите? Уже он вынужден этим. Уже косить. Уже сил не хватает на то, чтобы содержать под черным паром. Вот это реально обычное будни. Вот. Отсюда и цена саженцев. Вы знаете, вот это вот штучный товар. Пройдет немного времени, и у вас будет, допустим, через три года вот такое вот сажене. Это штучное изделие. Это штучный товар. Это не ширпотреб. Вот они подрастают. Видите? Привитые. Абрекочек. Это тяжкий труд. Это много усилий. Это только кажется. Вот сейчас раз. Тысяча рублей, допустим. Да из них 800 рублей, это расход из этих тысяч. Это, значит, у меня... Я сам не ожидал. Я вначале не стал даже резать эти самые ранетки. Годом раньше похвастался. Несколько продал. Десяток веточек. И все. Я думал, все забыли. Ага, нет. Не забыли. Вот. В этом году пришлось резать, резать, резать. Потому что ранетки, вдруг про них вспомнили. А они действительно того стоят. Вот. Вопрос мне задавали. По-моему, гостевой. То есть, какая длина? Я отвечаю. 40-50. Сколько почек? А почек бывает много, бывает мало. Я даже не стал считать. Взял фотографию, выслал ответ. Вот. Полив дождеванием еще раз. Единственный полив, который я признаю. Я еще признаю полив струей толстой. Я называю душарку. Чтобы с деревьев смыть. Тлю. Жуков, пауков. Освежить их. Вот. Вот два способа. Но то не настоящий полив. Просто освежить. А так, чтобы на 20-30 сантиметрах пропиталась почва. Вот такая вот техника позволяет. Самая лучшая вещь на свете. И забудьте, вы, про капельный полив. Когда капелька капает, капает. А в 20 сантиметрах умирает от жажды. Вот, казалось бы, больше всего боятся чего? Влаги эти. Червяки. А когда засуха, они еще больше страдают. Так все должно быть в меру. Вот это и есть мера. Вот. Лена Александровна Савельевич. Значит, позирует с леным сгрушением. Значит, естественно, что. Вот, как бы сказать. Еще раз, я не могу успокоиться. Как взять наручники. Так грубо. Власти бы у меня президентской. На полдня. Чтобы эти полотонные сганчики взять. Наручники. Сами не поедут. Привезти. Дать им это самое. Пилу. Эту. Пилку. Как-то. Садовую пилу. И сказать. Режьте. Все, что вы там сбрели. Вот. Режьте. Но не зимой, когда деревья беззащитная. И на них нет листьев плодов. А вот сейчас. Режьте. Представляете, что я на Александре. Это самое. Сравниваю. Вот, пожалуйста, еще. Как вылечить черный рак яблони. Я не могу проходить мимо этого. У меня, получается. Все мои выступления. Это бесконечная критика. А как спасти? А она спасает дерево. От черного рака. А я спасаю дерево. От этой дамы. Вот это супер садовник. Это значит сайт. Они продают саженцы. У них куча дебильных советов. Вот что она делает? Представляете, у себя человека. Он глубоко болен. Вот сейчас. Это дерево глубоко больно. Его если не трогать. Может он еще поплодоносит. Ее может даже омолодить. Отрезая самые толстые ветки. Там наполнили на три четверти. Еще даже так. Но вот то, что сейчас она делает. Это то же самое. Что вот лежит в реанимации уже. Вот это дерево. Оно как в реанимации. Лежит человек в реанимации. Приходит доктор. Доставит баночку с краской. Ведь поймите. Кора. Наша кора. И кожа. Это одно и то же. У нее функции одинаковые. Так сложилось. Функции одинаковые. Она дышать должна. Она испарять влагу должна. Она впитывать воздух должна. И вот лежит человек в палате. Вот еще. Знаете, тот товарищ. Сейчас мы почти заканчиваем уже. Могу и поговорить. Вот тот товарищ, который там сказал. Олег Красивоцкий. Вы как сравниваете там. Что нельзя грибы уничтожать на деревьях. А если человека что получается. Тоже лечить не надо. Вот один из таких моих ответов. Я готовлю ему другой ответ. Ну более полноценный. Он просто приходит доктор с баночкой краски. Видит на человеке язвы. Да. Трещины. Пигментные пятна. Так. Что еще бывает там. Вот. Пролежник. И берет он баночку краски. Вот как она. Это наверное какая краска. Ну судя по цвету. Это уже не просто гашаные звезды. Что-то посложнее. Вот прям. И начинает красить этого больного. Допустим. Старика или старушку. Глубоко больного человека. Который не может сопротивляться. Который лежит прикованный. К постели. Прямо реанимации. У него может какой-то аппарат. И подвойден. И он его начинает лечить. То есть берет баночку. И начинает красить. Руки. Ноги. Спину. Смешно. Так вот это вот должно быть смешно и тико. Спасать то надо не дерево. С помощью этой краски. А надо и спасать дерево от этих дам. К абсолютно неграмотных невежествам. Вот пожалуйста. Вот это моя старинная подруга. 20 лет назад. Она посадила мой абрикос. Вы уже догадались что я сказал при посадке? Нет? Раз эта ветка цела. Попробуй отрежь хоть одну ветку. Я у тебя отрежу пальцы. Это я и сказал. Ну мы стали друзья. Поэтому это нормально. Такой разговор между нами нормальный. Вот пожалуйста. А вот это дерево. Которому тоже секатор не прикасался. Вот. Это у моего друга пианиста. Единственное что он себе позволяет. Я с ним 20 лет не общался. Все 20 лет. Поэтому естественно. Он их белил. Белил. Но вот у него в прошлом году. Побеленная черешня. Все таки одна погибла. Вот. Я ему сказал пожелание. Говорю. Может если бы не Белил. Она бы жива была. Ну. Задним числом уже картину не восстановишь. Мне кажется была бы жива. А яблонь что? Вот. Яблонь. Которому секатор не прикасался. Вот такие они должны быть сады. Вот. И тогда. Как вы думаете? Случайно что ли? Что у нее нет вот этих веток. Это случайно? Они когда-то были. Они когда-то были уничтожены. Когда-то дерево было искалечено. Каким-то чудом дожило лет до 30. И вот оно его спасает. Где штамп? Мне не так. Почему высокий штамп? Где скелетные ветки? Еще когда они неизведут что творят. Они еще одного вещь не знают. Они не знают что когда отрезают нижние ветки. Они как видно на год плодошения не подвигают. Они уже поплодоносили. А те существующие проекты еще не родились. Следующие. А этот они уже уничтожили. А те годом позже появятся. Значит годом позже заплодоносят. А эти сейчас гораздо заплодоносят. Значит дерево испуганно. Дерево искалечено. Боишься смерти. И это ненормально когда молодое дерево начинает давать обидное урожай. Вот. Вот дерево которому не подходили секаторы. Моего друга. Ну а это наша песня хороша. Но помните когда вот это происходит. Больное дерево. Все. Все. Оплескивать не надо. Если кто-то из вас проявит максимальную любознательность. Максимальнейшую. У вас допустим 4 яблони или 4 груши. Покрыты вот этой штукой. Вы 2 обработайте. 2 ставьте покой. Вот. А так это. Возбудитель паразитирующий несовершенный грибок. Вот. Хуй ему. Грибок жрет. Дерево которое вы искалечили. Я на этом стоял. Стоять буду. А для чего вот это все надо? Про этот возбудитель. А как умно звучит. Лучше не по-русски написано. Это чтобы вам продать. Внимание. Вот это все. Так нет. 69 рублей. 33. 2 тысячи рублей. О. 51. Мне больше нравится. Бордо скажет. Это 2 тысячи рублей. Я уже и так глядел. Я запятую искал. Думаю. Ну где же запятую? О. А. Это. Я. Все. Никак не. То письмо. А. Это когда. Они выдают. Абрикос. Абрикос. Видите. Так как сажать дерево абрикоса осенью нужно. Практически так же как и весной. Та-та-та-та. И. И. Десять раз упоминают слово абрикос. А так как они такие крутые специалисты. Они из интернета взяли знаменитую. Эта картинка сотни раз повторяется. На всех сайтах. То есть своего абрикоса у нее одного фотография нету. Это не моя фотография. Они украли ее с этого. С интернета. Она тоже дебильная. Она с крайнего юга. Это с юга Европы. Поэтому еще жива. На тот момент жива. А нет. И давай абрикосы, 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 абрикосы. Усит как с абрикосом обращаться. Ну так же калечит. Ну вот фотография отличить абрикос от персика. Ну не могут. Ну не могут и все. Это так же как этот Беккер. Нарисовали. Нарисовали. Персик модно снящий. А назвали абрикосом. Тот же уровень. Ну вот мне подвернулся еще кометь. Да. Народное название живица. Якобы зубы можно лечить. Жевать. Но дело в том, что дерево полностью залечено. А вас заставят вот так вот с мясом вырезать. Якобы это болезнь. Это одна из самых больших глупостей на планете. Для этого мне не надо было учиться на академика. Надо просто в саду посмотреть. Рано залечено. Вот это надо вырезать. Потом протравить. А знаете чем? Когда крутейший специалист пишет. Протравить надо коровьим дерьмом. Что? Дальше продолжать или уже тошнит? Вот пожалуйста. Это неискалеченное дерево. Это дерево возрастное. Вот так на ней висит. Где-то поглядывает новая кора. Где-то старая. Не берите щетки. Умоляю руки. Не дрите их. Это еще одно. Вот вы заметили? Такое впечатление. Вот весь пантеон глупости. 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 Просто нервы не выдерживает. Я нахожу новых фотографий. Ну еще раз. Может быть среди этих 500 сферк 5 новичков появится. Еще спасем полсотни деревьев. В башку вбито. Что вот это все надо драть. Ему подходить нельзя. И даже вот это не раны. А то получается все содрать. Потом еще замазать. И все. И просять где надо. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Страшная вещь. Я уже не буду сейчас это самое. Это просто дикость. Это только наберешь Яндекс. Все. Еще один. У меня осталось мало времени. Я уже эту тему дэду. 500. На тот момент было миллион. 500 тысяч с лишним просмотром. Сейчас где-то уже миллион. Женщина. Доктор наук. Говорит. Сейчас осень. Пора деревья резать. Подходит вот к этим деревьям. Видите. Прямо с экрана подографировал. Центр поддержки садоводов огородников. Вот ей заплатили эти серебряники. Она стоит. Ей надо где-то сколько тут минут. 20 минут ей надо распинаться. Подошла к дереву. Которое уже побелкой изувечено. Которое без этого. Это в общем-то. Мягко говоря. Для меня это больные деревья. Ну хорошо. Ну вот что еще можно отрезать? Она 20 минут. Я не стал ее позорить. Я внешность. Осень. Время обрезки. Ты себе стекла вынес за эти портик перед зимой. А? В своем доме. И поживи. А здесь умудрится после этого резать, резать. Резать, резать. Резать, резать. Резать, резать. 20 минут резать. И находить этому основание. Полмиллиона человек. А знаете какие? Ой какая молодец. А мы-то не знали. Теперь знаем. Ну вот эту фотографию. Это Сергей Арсенюш. Я ему говорил. Не вырубай его полностью. Вот здесь уже полностью. Видите? Вот. Кончайший питомник. Переезжать некуда. Вместо того, чтобы просто перенести питомник. Вот. Видите? Ну новое место. Вместо этого уничтожаются уникальные вещи. Ну здесь я еще это. Это абрикосбарь. Вот. Я еще говорю. Ну давай ладно. Ну всего так отрезал. Все. А он был высотой. Вот. Помните как там вверху. Высотой уже был где-то метра два с половиной. Вот. А здесь все-таки. Вот пожалуйста. Сережа берет бензопилу. Купил. Больше бензопилу делать нечего. Вот пожалуйста. Видели? Чтобы сохранить питомник. Солнце чтобы было. А вот это интересная фотография. Знаете почему? Это к вопросу. Когда этот. Самый. Оно как? Расходится. А у железа. Да и какой там сад. Это запущенная дача. Ну правильно. После пяти гектар на острове. Перебираться на пятьдесят суток. Понятно. Да. Чего бы спорил. А почему она вот считает. Что она запущена. Понимаете. Вот до сих пор. Она растет трава. И залито. Четыре покоса. Залито. Ну короткосибирское лето. Это все-таки достаточно. Я считаю. Так. И когда я хожу по своему саду. Вот он такой. Да. Это первое полное лето. Он. Мне так нравится. Я в нем заряжаюсь. Я даже бывал от предел. И ничего не делал. Я только ходил. 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 Час. Два. Не думая ничего. Ничего не делая. Ничего не. Не это. Не подходяя. Ничего. Я просто ходил. 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 Садился за руль и уезжал. Понимаете. Здесь. Боли. Очень мало боли. Очень мало. Этот участок. Он уже действительно запускает. Отсюда уже не берут советский. На прививку. Вот. Он уже на пенсии. Вот этот кусочек. Вот. Часть деревьев в этом году пришлось спилить. То что вы видите. Половины уже нет. Это судьба. Но это боль. Я не спорю. Но вот на такой момент. Это красота неописуемая. Именно такой должна быть почва. Она не мешает деревьям. Они вырастут. У каждого деревьев. У травы каждая своя зона. Помните. Прошлый вебинар. Я показывал специально. Ну сад. Ну приходится косить траву. Куда деваться. Это же одновременно идет. Пока траву не трогаешь. Вот столько будет. Скосишь она снова. Скосишь снова. И так слой за слоем. Вот и все. Это все удобрение. Я еще вас обманул же. Я говорю. Я не удобряю. По косу это и есть удобрение. Это мокрое дерево. Я как раз пошел дождь. Да. Я иду мимо. Вот раз хорошо фотоаппарат был. Вот это дерево моё. Опять груша. И опять привитая. А привитая груша. Она такого не имеет красивого этого. Как его назвать. Кроново такой красивый. С почти вертикальными ветками. Да. Старается. Но. У атаки груш. Вот как эта моя. Они все таки уроды. Не скрываю. Они все таки уроды. И они все таки. Крона не совершенно. Выпряная боковая веточка. Стала основа дерева. Хотя и не собиралась. Должна быть одной из сотни. А оказалась центральной. Но. Так как она не полноценная крона. По ней. Что делает дождь? Течёт и гнаит. Вот это. Суровая правда жизни. Тем более. Нельзя. Ни в коем случае. Эту крону. Совершенствовать. Одна ветка вниз убрать. Одна вертикально убрать. В одном ярусе больше трёх убрать. Эту доль. Всё это. Забыть. Какая есть. Такая есть. Ну. Здесь то же самое. Когда я говорю. Про вот это. Разнотравя красоту. Для меня это красиво. Как там угодно. Пальцем показывать. Но эти иногда показывают обиды. Вылезать подобное не могут. Надо найти причину. Ну. Чем там. Пнуть. Виноград зелёный. Сказала лиса. Помните? Не допрыгнула до спелого винограда. Ну. Это нормально. И вот. Единственное. Что всё-таки. Имейте ввиду. Что. Вот эти места. Всё-таки. Саровато. Когда сад залужён. Это есть. Поэтому. Всё-таки. И холм нужен. И следить нужно. Чтобы. Вот это место. Проветривалось. Вот. Хожу. Значит. Хожу я. Наблюдаю. И. Подсказываю вам. То есть. Вот это место. Надо. Было. Отдельно. Скосить. Чтобы здесь. Проветривалось. Потому что. Лишняя влага. Грушам. Не. Нужна. Вот. Ещё. Видите. Специально. Раз. Ну. После дождя. Уже. Всё высохло. А здесь. Не сохнет. А. Видели. Вот. А это сокращает. Век деревьев. Вот. Так вот. Вот. Ну. А дерево. Когда у неё. Корневая шейка. Не гниёт. Оно. Долго. Долго. Служит. Вот. Вот. Тридцатилетнее дерево. Я к нему не прикасался. Бывало. Отрезал. Там. Бывало. Сухие ветки. Видите. Потросит палочка. Вот. Ну. Это нормально. Ну. Сибирь. Ну. Что вы хотите. Вот. Когда бы так снегу. Абрикосов достается. Видите. Даже когда немного снега. Ну. Это и жизнь такая. Ну. Не выдержит 50 лет. Ну. 30-то выдержал. Вот. Женский магазин. Той мазы. А. Мне это не нужно. Хи. 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 Я еще сам не только не разобрал. Это последнее. Мне это не нужно. Абрикосовая саженца от Железова. Трехгодичная. Выдерживает минус 35. Звоните. Вот. Тонь. Позвоните. А. Правда Железовская? А доказательства где? Трехгодичная. Абрикосовая саженца от Железова. Тогда нормально. И не преувеличивает. Все лишь пишет 35. Вот. Может они культурные. Тогда это нормально. Если это маньчжурцы, извините, они 50 выдержат. Просто кто-то взял мне вот это, пристал еще. Мол. Реагируйте как хотите. Вот он. 927. 945. 20. 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 21. 22. 22. Это какое-то слово странное. Мне это не нужно. Так и называется. Мне это не нужно. Здорово. Так. Ладно. Ну что. Все пока, друзья. А. Помните. Роскошные груши, которые свешивались с соседем. С огромным урожаем. Вот. Все. Сергей Неболтовый сказал. Спирил. Спирил. Так. Ну ладно. А вот это я сфотографировался только. Помните. Вот тут нависала огромная ветка. А. Вот. 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 Все. Очень много интересного. Очень много интересного. Писем много разбирать будем. А пока. Мы делаем 5 минутный перерыв. Так. Музыка. Спирил.